Очень краткое содержание комедии «Ревизор» Николая Гоголя. Если в двух словах, то сюжет комедии разворачивается следующим образом. Слух о приезде столичного ревизора вносит панику в ряды провинциальных чиновников. Они принимают за инспектора случайного приезжего, и тот не упускает случая опустошить кошельки доверчивых взяточников. Теперь немного подробнее. В небольшой уездный город приезжает молодой человек Иван Александрович Хлестаков и поселяется в гостинице. Местные начальники уверены, что это пожаловал столичный ревизор. По слухам, он должен был наглянуть к ним инкогнито, чтобы раскрыть все правонарушения. Чиновников очень пугает предстоящая проверка, которая может закончиться разжалованием или тюрьмой. Городничий идет знакомиться с приехавшим Хлестакова и приглашает его погостить в своем доме, полагая, что он и есть ревизор. Он организует прием в честь дорогого гостя, куда приглашает всех крупных чиновников. За столом каждый из них пытается выставить себя в лучшем свете, хвастая своими достижениями в благоустройстве города. Поначалу Хлестаков не понимает повышенного внимания к своей персоне, но затем быстро входит в образ и оборачивает сложившуюся ситуацию в свою пользу. Он занимает деньги у чиновников, живет в свое удовольствие и даже обещает жениться на дочери Городничего. Все рады, что к ним приехал такой понимающий ревизор. Слуга предлагает Хлестакову немедленно покинуть город, пока дело не зашло слишком далеко. Хлестаков описывает свои приключения другу-журналисту в Петербурге, но его письмо перехватывает почмейстер. Так чиновники понимают, что они оказались в дураках, а тем временем в город приезжает настоящий ревизор. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.